Здравствуйте! Приветствую вас на библейском портале Экзегет. Мы занимаемся темой трудные места в Священном Писании. Сегодня обратимся к тексту 4 главы Евангелия Таана, где описывается беседа Спасителя Самарянкой. О том, как книжник, один из религиозных учителей Израиля, не понимает слов Иисуса, толковали мы в прошлый раз, когда читали в 3 главе о встрече Спасителя с Никодимом, когда Никодим постепенно от простого житейского представления о рождении приходит к пониманию того, что значит рождение в духе, в жизнь вечную. Понимание это происходит не от логических доводов, не от исследований традиций, но от доверия к Иисусу, в котором человек может узнать Мессию Христа. Сегодня обратимся к следующей 4 главе, где описывается важнейший эпизод – беседа Спасителя Самарянкой. Перечтём эти строчки. Итак, Иисус оставил Иудею и пошёл опять в Галилею. Надлежало ему приходить через Самарию. Приходит он в город самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данному Иакову сыну своему Иосифу. Там был колодец Яковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодец. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей – дай мне пить, ибо ученики его отлучились в город купить пищу. Женщина самарянская говорит ему – как ты, будучи иудеей, просишь пить у меня, самарянки? Иудеи с самарянами не сообщаются. Иисус сказал ей в ответ – если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе – дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую. Женщина говорит ему – господин, тебе почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и деть его, и скот его? Иисус сказал ей в ответ – всякие, пьющие воды сию, вас жаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную. Женщина говорит ему – господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. Иисус говорит ей – пойди, позови мужа твоего и приди сюда. Женщина сказала в ответ – у меня нет мужа. Иисус говорит ей – правду ты сказала, что у тебя нет мужа, и у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо, ты сказала. Женщина говорит ему – господин, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме. Иисус говорит ей – поверь мне, что наступает время, когда не на Горесии и не в Иерусалиме будете поклоняться отцу. Вы не знаете, к чему кланяйтесь, а мы знаем, к чему кланяемся, и о спасении от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет себе Господь. Бог есть дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине. Женщина говорит ему – знаю, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус говорит ей – это Я, который говорит с тобою. В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиной. Однако же ни один не сказал, чего ты требуешь или о чем говоришь с нею. Тогда женщина оставила водоносовый и пошла в город и говорит людям – пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала – не Он или Христос. Они вышли из города и пошли к Нему. Между тем ученики просили Его, говоря – рови, ешь. Но Он сказал им – у меня есть пища, которую вы не знаете. Посему ученики говорили между собою – разве кто принес Ему есть? Иисус говорит им – моя пища, если творить волю пославшую меня и совершить дело Его. Чтобы яснее понять содержание разговора, необходимо помнить, что значило место, где прошла встреча и какой символический смысл содержится в самой воде. В главе 33 книги Бытия читаем, как Иаков, после того, как примирился с братом своим Исавом, пришел в город Сихем, который в земле Хананской, и расположился перед городом, и купил часть поля, на котором раскинул шатер свой у сынов Эмора, сына Сихемова, за сто монет, и поставил там жертвенник, и призвал имя Господа Бога Израилева. Итак, участок, где Иаковом был выкопан колодец, был собственностью Израиля и освящен жертвоприношению Богу истинному, которое совершил Иаков. Но уже много столетий, как со времен ассирийского плена, земля та была заселена язычниками, а те хоть и чтили Господа, но поклонялись и своим богам, идолам. Потому не могли иудеи общаться с этими неверными. Но отверженность самарян не навеки. Вот слово пророка Исаии, которое было ему в видении о Иудее и о Иерусалиме. «И будет последние дни, гора Дома Господня будет поставлена во главу гор, и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы». А у пророка Малахи. «От востока до запада велико будет имя Мое между народами, и на всяком месте будут приносить Фимиам имя Моему, чистую жертву. Велико будет имя Мое между народами», – говорит Господь Свауф. Иисус не только не избегает разговора с самарянкой, но именно ей открывает новую истину об воде живой, текущей в жизнь вечную. Надо рассказать, что не то что самарянкой, женщиной чужого народа, но даже и просто женщиной, добропорядочному иудею, неприлично было говорить в открытом месте. А тут такое неожиданное нарушение давно установленной традиции. Слова Спасителя подтверждают исполнение ветхозаветных пророчеств, которые и нас наполняют в радости. Например, стихи из книги пророка Исаии, которые мы читаем при Великом Водосвятии в праздник Богоявления, когда голосом Бога Отца удостоверяется богосыновство сына человеческого Иисуса. Вот эти слова. «Жаждущие идите все к водам». А в другом месте Исаия говорит «в радости будете почерпать воду из источника спасения». И тоже у пророка Сахарии. «И будет в тот день, живые воды потекут из Иерусалима». В библейском смысле жажда – это символ стремления к Богу. Так в Псалме 41 Давид восклицает «как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Божия, жаждет душа моя к Богу, крепкому, живому». Заметим, что Господь ничего не разъясняет Самарянке, не доказывает, но свидетельствует. Для неё было чудом, знаменем, что собеседник знает её судьбу. У неё как будто открылись глаза. Она восклицает «Господи, вижу, что Ты пророк». И от разговора о воде переходит к главному – к разговору о истинном поклонении Богу. Как бы желая преодолеть то заблуждение, в котором веками жил её народ, она уже готова понимать, что значит поклоняться Богу в духе и истине. Вспомним, как Никодиму говорил Господь о рождении в духе, и как трудно было образованному книжнику понять это. Самарянка же, которая в этой встрече пережила внутреннюю перемену, что и есть подлинное покаяние, забыла свою прежнюю беспутную жизнь и оказалась открыта для принятия истины. Она напоминает уявление Мессии, Христа, и слышит от Иисуса «это я, который говорит с тобою». На этот момент надо обратить особое внимание. Слова «это я» или «аз есмь» – это самооткровение Бога о себе, как тот ответ, который Моисей услышал изгоряющей и изгорающей купины. И как Иисус удостоверял своё богосыновство перед фарисеями. Первосвященник спросил его и сказал, «Ты ли Христов, Сын Благословенного?» Иисус сказал, «Я, и вы видите Сына человеческого, сидящего одесной силы и грядущего на облаках небесных». Так у Марка в 14 главе. Сколько раз Иисус также прямо свидетельствовал о себе книжникам и фарисеям, но те в ответ лишь ожесточались и, в конце концов, произнесли хулу на Бога, которого отцы их признавали единственным царём своим, и за это терпели гонения и казни. Те же современники Иисуса, фарисеи и книжники, казалось бы, правоверные, знающие писание фарисеи, кричали Пилату, «Нет у нас царя, кроме Кесаря!» чтобы только распять Христа. А тут мы видим, как человек из отверженности, это самарянка, призывается к святости, принимает Христа, и уже она сама свидетельствует о Нём другим. Займите им ещё нечто особенное в этом евангельском эпизоде. К удивлению учеников, Иисус отказывается от пищи, который они принесли Ему. Он одухотворён совершившимся преображением самарянки, которое можно назвать таинством. Действительно, только что духовно родился новый человек. У обычного источника, где люди пили сами и поели свой скот, самарянка приняла воды живой, текущей в жизнь вечную. Мы ещё раз видим, как слова Иисуса непонятны и таинственны даже для учеников. «У меня есть пища, которую вы не знаете», – говорит Господь, – «а им кажется, что речь идёт о какой-то еде». «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его», – продолжает Господь. Он подтверждает сказанное Отцом при выходе Его из Иордана, когда мы слышим «Ты, Сын мой возлюбленный, в Которую моё благоволение», – то есть «Который исполняет волю Его, Бога Отца». Воистину для самарянки произошло Богоявление. Подобные события указывают нам на то, что понять слова Спасителя, уразуметь истину, можно только обратившись к Нему, ко Христу, с новым сознанием. Веческое слово «метаноия», что значит «перемена сознания», мы переводим в покаяние. Только так, через покаяние, через обновление сознания, можно приблизиться к Царству Небесному. С этими словами обращался к народу Иоанн Претечин. И сам Христос повторяет их, начиная своё служение. «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И тогда от поиска всяческих истин открывается путь ко Христу, как к единственной истине. До следующей встречи! Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.